Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы рассеиваем желчный пузырь. Точнее, убираем воспалительные процессы в желчном пузыре. Прежде всего, это показано при остром холецистите, а также воспалении желчных протоков, а также при застое желчи и образовании камня в желчном пузыре. Многие задают вопрос. Скажите, что является проявлением воспалительных процессов желчного пузыря? Самый первый ответ вас поразит. Это отсутствие культуры. Вот и все. Запомните, культура... Не надо думать, что только у нас культура поведения в обществе, культура поведения за столом. Нет, культура нас сопровождает везде, повсюду. И если человек не оккультуривает себя, он превращается в грязного человека. У него перестает быть развитие. Прежде всего, на духовном уровне, а уж потом на физическом. Тут еще и культура не идет на энергетическом уровне. Не забывайте, пожалуйста. Вот вам первый ответ. На этот ответ вам никто не скажет об этом ответе. Но вы должны, скажем так, поставить вопрос себе. А в чем хромает ваша культура? Дать ответ и оккультуривать себя. Смотрите, как просто. И желчный пузырь со временем восстановится. Также нужно знать, что желчный пузырь является самым чистым органом. Ясно, да? Он чистит весь организм. Чем больше грязи вы в себе, либо в свой организм, заносите, тем больше нужно вынести. Не всегда выносится эта грязь. И желчный пузырь может что? Собирать, 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 собирать эту грязь. При невозможности этой грязи, слишком грязной, вывести он не может. Эта грязь отлагается в желчном пузыре. Вследствие чего образуются камни, где нужно уже чистить солнечный пузырь от камней. Либо просить и удалять уже, либо делать операцию. Понятно, да? Но при всех воспалительных процессах острого холецистита, данная точка ВБ-37-гламин расслабляется. Вам нужно помочь своему организму. Понятно, снять этот воспалительный процесс. Но обязательно посещение УЗИ. Посмотреть, в каком состоянии протоки, ваш желчный пузырь. Какие камни, какого размера. И если они небольшие, то это можно дома почистить желчный пузырь. Если уже камни образовались очень большие, придется, увы, либо удалять, либо как-то работать с растворениями этих камней. Ну и, как всегда, традиционно мы скажем, что прежде всего не доводите себя до такого состояния. Старайтесь больше есть чистой пищи и чисто себя оккультуривать. Спасибо за внимание.